МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Глядя на этого человека со стороны и не скажешь, что он практически ничего не видит. Теперь прогулка по городу для него непостоянное преодоление препятствий. В Сочи, говорит Сергей Гринь, становится городом равных возможностей. Сергей может не только свободно передвигаться по улицам, у него появилась возможность самореализоваться. Об этом еще несколько лет назад Сергей и мечтать не мог, а сегодня он научный сотрудник художественного музея. Семь лет назад, когда меня постигла такая участь, судьба, для меня встал вопрос, чем дальше заниматься и как жить. Либо существовать, либо полноценно жить. Я выбрал тот путь полноценной жизни. Жить полноценной жизнью инвалидам во многом помогла Олимпиада. Еще несколько лет назад слова «доступная», «безбарьерная среда» были на курорте просто словами. Сегодня уже почти 2000 объектов получили паспорта доступности. Каждый из них нашел свое отражение на электронной карте Сочи без барьеров. Магазины, больницы, кафе, объекты культуры. Карта и ее копия в интернете расскажут и покажут, куда можно попасть безо всяких препятствий. Кстати, добраться до места назначения людям с инвалидностью свободно можно не только пешком. Благодаря пандусам, тактильной плитке, говорящим светофорам, но и на общественном транспорте. Теперь он тоже соответствует всем стандартам. В Сочи теперь курсируют автобусы с механическими подъемниками, низким полом и местами для крепления инвалидных колясок. Транспорт оборудуют системой «Говорящий город» и информационным таблом. Уже многие объекты стараются как-то облегчить жизнь людям с ограниченными возможностями. Появляется пандус, вся инфраструктура становится более доступной. Так что все-таки изменения чувствуются. Изменилось и чисто человеческое отношение к людям с инвалидностью. По результатам мониторинга, проведенного МГУ имени Ломоносова, специалисты выяснили, что в Сочи сложилось стабильно-позитивное отношение к маломобильным группам населения. Это большая работа, которая ведет общество в целом к толерантности, к более гуманному отношению друг к другу, более серьезному пониманию и отношению с эмпатией к людям, у которых в силу разных причин сложились такие жизненные обстоятельства, по которым человек оказался в категории человека с инвалидностью. Теперь на равных инвалиды могут получать образование. По краевой целевой программе 30 городских школ приведены к требованиям доступности. Сегодня их свободно посещают более 500 детей с инвалидностью. Школьников включают в проект дистанционного обучения. Четыре школы курорта сегодня имеют возможность проводить уроки в режиме онлайн. Раньше я очень сильно скучала дома, потому что мои одноклассники не всегда прийти ко мне по каким-то или иным причинам. Сейчас я встречаюсь, нам нравится пошутить, пошутим, поговорим о чем-нибудь, поболтаем с одноклассниками. Не просто получать образование, но и вести активный образ жизни. Теперь и это доступно инвалидам. Сегодня в Сочи физкультурой регулярно занимаются более 3000 людей с ограниченными возможностями здоровья. Самые активные даже объединились в спортивную лигу инвалидов. Открываются новые секции, проводятся соревнования. Заниматься спортом теперь могут все без исключения. Тренируются, тренируются, уезжают как бы, тянутся к спорту. Уже родители не боятся приводить ребят в секцию. Мы должны ребят воспитывать, стараться, чтобы они воспитывали нас миром, нормальным социумом. Теперь в Сочи проводятся и всероссийские соревнования среди паралимпийцев. Один из таких турниров, например, чемпионат России по мини-футболу среди тотально слепых. Стадионов, приспособленных для незрячих футболистов, в России можно по пальцам пересчитать. Такие есть в Москве и в Сочи. Поэтому здесь, на курорте, футбольные команды тотально слепых – частые гости. Сюда их притягивает не только теплая погода, но и хорошая база. Теперь ежегодно на курорт съезжаются более 100 незрячих спортсменов. Более того, теперь в Сочи есть и открытые детские площадки для детей с особенностями развития. Одну из них в Адлере открыли во время зимних игр. На церемонию открытия специально приехал президент Международного олимпийского комитета Томас Бах. Сегодня какой-то особенный день. То, что в Сочи, в столице зимних игр, появилась такая площадка, где могут заниматься в том числе и дети с ограниченными возможностями – это просто здорово. То, что самые разные дети могут играть вместе – это абсолютно точно соответствует принципам олимпийского движения. Главная задача таких площадок – наравне, все вместе. Здесь играют дети с разными возможностями. Свободно передвигаться по комплексу могут даже дети в инвалидных креслах. Там сделано все удобно, что она может с коляске перейти на горку и сама скатиться. То есть, несмотря на то, что у нее ножки не ходят, она может перебираться. И очень, конечно, это удобно. И мы бы хотели, чтобы во всех городах и практически в каждом дворе были подобные площадки. Сочи стал пилотной площадкой по созданию безбарьерной среды в России. Нигде в мире доступность не создавалась в столь короткие сроки – всего за несколько лет. То, что Сочи – город равных возможностей, на себя ощутили и гости зимних игр. Не только спортсмены, но и простые зрители. Как? Как твои впечатления? Очень просто, очень легко. Во время Паралимпиады, например, Олимпийский парк был полон людей с ограниченными возможностями, но с безграничным желанием болеть за наших. Паралимпиады, например, Олимпийский парк. Мария Волкова в Сочи приехала из Ростова. Специально к Паралимпиаде вышила бисером любимую юбку. Увлечение, которое уже переросло в профессию, рассказывает Мария, помогает не терять себя, так же, как паралимпийцам спорт. В Сочи решилась приехать только потому, что много слышала. Для таких, как она, здесь уже нет никаких преград. Нету ничего, к чему можно было придраться. Настолько все удобно. Лифты, автобусы. Доступная среда просто во всех уголках Олимпийских объектов. И Адлера из Сочи. Просто вот все очень хорошо. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И это только старт для дальнейших изменений по формированию доступности на курорте и развитию толерантного отношения к людям с инвалидностью. Ведь, например, только в Сочи проживает более 30 тысяч людей с ограниченными возможностями. И сегодня уже есть надежда, что в Сочинске уникальный для России опыт по созданию среды действительно равных возможностей будет распространяться и по другим городам страны. Сочинске уникальный для России Сочинске уникальный для России США Сочинске уникальный для России